Невиновен за истечением срока давности. Уголовные дела в отношении председателя Кольчугинского райсуда Андрея Алтунина возбудить уже не смогут. 10 октября истек срок привлечения его к уголовной ответственности. Напомним, служитель Фемиды по данным следствия стал виновником ДТП. Два года назад на своем личном автомобиле Рено Дастер при выезде на главную дорогу он не пропустил автомашину Лада Гранта. В результате произошло столкновение и водитель Лады со множественными травмами доставлен в больницу. Следствие собирало все доказательства, чтобы завести уголовное дело на судью и даже получило одобрение от самого руководителя федерального следкома Александра Бастрыкина. Но... Вот на этом этапе как раз, на наш взгляд, все-таки не сработала система справедливости. По формальным признакам, квалификационная коллегия судей Владимирской области отклонила представление Бастрыкина и со ссылкой на то, что к нему может быть примена амнистия, фактически запустила в ход кольцо. Кольцо, которое нужно было пройти всем участникам вот этой процедуры. Конечно, следствие сразу же, как первая реакция, обжаловать несправедливое решение, что и было сделано. По словам Ирины Мининой, Владимирская коллегия судей впервые в истории взаимодействия со следкомом ему отказала. Тем не менее, квалификационная коллегия судей России поддержала следователей, на что юридически подкованный председатель Кольчугинского суда, разумеется, подал жалобу. Именно ее на этой неделе, 15 октября, и будет рассматривать суд. И даже если он отклонит жалобу и оставит в силе решение о возможности привлечения Алтунина к уголовной ответственности, сделать это будет уже нельзя. Единственное, на что теперь может рассчитывать потерпевший, здоровью которого нанесен серьезный вред, так это на возмещение морального и материального ущерба. Но это будет уже не уголовное, а гражданское судопроизводство. Конечно, следствию, ну, есть нотки такие обиды, потому что мы проделали огромный труд для того, чтобы доказать, что в действиях Андрея Анатольевича есть признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью гражданину. И так далее. Продолжение следует...